Работала я 4 месяца, это было очень сложно, потому что работала я по 12 часов в сутки и люди они не всегда относятся хорошо к персоналу и ты не могла понять как вести себя в таких ситуациях, потому что ты понимаешь, что ты ребенок 18 лет, ты работаешь по 12 часов в сутки, это первая твоя работа, ты не знаешь как реагировать в таких случаях. Было, наверное, даже очень много слез, всегда-всегда старалась в это время успокаивать себя хоть как-то, даже не было никаких близких, потому что полетели мы в компании друзей работать, в итоге через 2 недели там осталась одна я. И то есть были только вот мое начальство, с которым я подружилась, и все, больше у меня не было там никого. Остальные не выдержали, остальные уехали, но я понимала, что мне очень нужны деньги, потому что я очень хотела приехать домой и, наверное, даже доказать маме, что вот 18 лет, а я уже сама живу, сама работаю, вот посмотри на меня. А где ты работала? Я работала в ресторане, работала консультантом в магазине. Работу сама находила? Работу находила, да, сама. То есть спокойно вот так вот берут? Нет, не спокойно. Ты еще была тогда в статусе мигранта? Нет, я была уже тогда гражданкой, но в основном смотрели на знания еврита. То есть если ты не сможешь элементарно объяснить человеку, то, что у нас есть вот такие блюда с такими-такими вкусами, такой чай, то тебя навряд ли возьмут поработать. И, наверное, я больше никогда не вернусь в ресторанный бизнес, особенно в Израиле. Может быть, где-то здесь, да, это немножко легче. Израильтяне — это сложные люди, будем говорить так. А самая сложная ситуация, которая возникла у тебя, когда ты еще была в статусе мигранта? Самая сложная ситуация — это была у меня тогда, когда я поехала на работу. И я уже не жила в общежитии, то есть я даже не могла найти себе элементарную еду, потому что я еще не получила зарплату. Ты получаешь пособие, а у меня это пособие еще не зашло, и для него оставалась неделя, я только устроилась на работу. Я понимаю то, что у меня выходные, а я даже не могу найти себе поесть. То есть у меня началась паника. Я думаю, что мне придется все выходные спать, потому что я хочу кушать. Но мир не без добрых людей мне очень помогало в моем начальственном работе. То есть ты понимаешь то, что иногда чужие люди могут тебе помочь намного больше, чем родные, потому что у меня живет отец в Израиле, и мы с ним вообще не на связи. То есть ему было все равно, если бы он узнал эту ситуацию. Да, я знала то, что будут сложности, но лучше я пройду через них и буду жить как человек, чем я буду сидеть постоянно на шее у мамы.